Ежегодно 26 апреля в России отмечается памятная дата – день участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, а также памяти жертв этих аварий и катастроф. Самая известная техногенная авария современности случилась именно 26 апреля 1986 года, когда произошел взрыв на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. В результате был полностью разрушен реактор, в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ, образовавшееся облако разнесло радионуклиды по большей части территории Европы и Советского Союза. Из Ланцевского района на ликвидацию последствий аварии отправились 85 парней – военнообязанные и добровольцы. Многих из них сегодня уже нет в живых. Офицер Юрий Федоров, которому в то время было чуть больше 30 лет, трудился на Чернобыльской АЭС около полугода. Я офицер запаса, мне позвонили домой 2 мая. Сказали сидеть дома и с дома не выходить, ждать. Вот я неделю ходил дома, по дому. Работал мастером производственного обучения в Высовском училище. На работу даже не ходил. Было такое условие. Потом дали отбой. И меня уже призвали в Чернобыль. Принесли повестку. 12 апреля, 14 апреля я был уже там. Это в каком году? Это был уже 88-й год. Привезли, весна. Вот вы представляете, там какие населенные пункты красивейшие, сады богатейшие. Вот едешь на машине, все это прекрасно. И потом где-то недели через две до меня вот так начало доходить. А где люди? Ни одного человека. Вот это было страшно. В Чернобыле у сланцевчанина Юрия Федорова была в подчинении рота солдат. Естественно, это ответственность за жизнь молодых парней. Знал ли он тогда, какой опасности подвергается сам и его рота? В какой-то степени знал. Я когда служил в срочную службу, у нас была отдельная специальная подготовка к химической защите. Я даже у себя во время срочной службы проводил химзанятия. И мне еще в этом отношении повезло в Чернобыле. Я практически все время работал с Курчатовским институтом на пунктах специальной обработки. На самой станции я был только один раз. А так все рядом. Ну это рядом, буквально там 10-12 километров от станции. Отмывали всю вот эту технику, которую вывозили со станции. Там очень много было дорогого оборудования, которое пытались отмыть. Некоторые так и захоранивали. Его уже было не отмыть, что там металл пробит был насквозь. Со всей страны в Чернобыль ехали ликвидаторы. 300 тысяч солдат и столько же добровольцев, как на войну. Люди шли в чернобыльский ад, не думая о последствиях. Честно выполняли свою работу и становились инвалидами. Поначалу на машине, потом там один остался, думал, пусть едет. А в основном что? Копали, перекапывали, ну как радиацию. Просто дерн переворачивали. На станции были сколько раз тоже. Там уже другое. Там уже с лопатами. Убираешь все это. А было как-то фиксировано время? Бывало. Да, бывало. Работали. Что-то на крыше работали. Когда там, по-моему, 3 или 5 минут, я уже точно не помню. И все. Подбегаешь, мне как раз дозиметр был. Вот идешь, идешь. Вроде так фон нормально. Там какая-то кучка лежит. Похоже, он сразу прыг. Раз отмечаешь, пошел дальше искать. Потом другие люди бегут. Раз-раз-раз за тобой. А я вот так вот. Минут 5 работаешь. И все. И свободен. Про страшную аварию тогда 25-летний Николай узнал из средств массовой информации Советского Союза. После чего повестку из военкомата получил и он сам. Сейчас парни-ликвидаторы держатся за жизнь и друг за друга. Обязательно встречаются, если позволяет здоровье. Болезни есть. Два инфаркта. Аритмия. Ну, это уже у меня было. Инфаркт был уже потом. Это мне было уже 41 год. А туда меня взяли в 31. Нам атомщики говорили, подождите, говорит, лет после 30-40 все это скажется. Ну, и про вот уже 20 лет на инвалидности. 21 год с ногами. Что на ногах везде бегали по этой радиации. Так и получилось. Сколько людей побывало в Чернобыле? Ценой скольких человеческих жизней была остановлена катастрофа. С многочисленных фотографий смотрят веселые и радостные люди. Задание правительства выполнили. Гласил когда-то один из плакатов. И без сомнения они тогда совершили уникальный профессиональный подвиг. Продолжение следует... Продолжение следует...